Теперь тепло зимой даже на севере, а все потому что котельные здесь претерпели полный апгрейд. Смарт-технологии дали автоматическое регулирование подачи тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице. А то, чем питаются ноу-хау котельные, обеспечили полный экономический эффект. Тарифы для населения на тепло здесь самые низкие в области. Наш дом плохо очень отоплялся. Дом был элитный, учительский дом, но отопление было очень плохое. Вот со сменой вот этой котельной, что построили новую, у нас намного стало лучше. Дома тепло было. Раньше было 12-13 градусов, а теперь у нас 20-22. Два года, как построили новую котельную, нас переключили сюда. И намного очень стало хорошо, тепло дома. Сейчас в регионе разработана целая программа по переводу на биотопливо, которая, кстати, пользуется большой популярностью за рубежом. Мы до сих пор все время истину за границей все время все познаем. Билеты и брикеты делаем для Германии, для Финляндии, для Швеции. Нет, чтобы подумать. Если они берут у нас это топливо, а мы-то что? А мы-то что? Почему мы-то это не делаем? Смотрите, вот даже в том же самом Тонкино, вот они это сделали, не просто ведь сделали для того, чтобы режим улучшить. У них самые низкие тарифы в области, причем в полтора раза ниже, чем у соседей. Это говорит о том, что думают о людях, думают о качестве обслуживания и о том, чтобы оно было доступно. Со временем на такое топливо по планам регионального министерства ЖКХ перейдут в серию района области. Как губернатор сегодня сказал, мы подготовили проект программы по переводу на биотопливо. И, кстати, эта тема, она, ну, может быть, ближе все-таки с северным районам, хотя абсолютно не исключается это направление по районам, так сказать, которые южнее расположены. Уже не один год в Сокольском районе используются пилеты для, вот как представитель Уренского района говорил, для таких небольших объектов, как индивидуальный источник. Поэтому вот мы как раз и хотим этой программой охватить большой спектр объектов, которые можно было бы перевести на это биотопливо. Комплекс мер по развитию ЖКХ, разработанный по поручению главы региона, позволили вывести регион в российские лидеры по темпам развития отрасли. К Валерию Шансову обращаются за помощью и в частном порядке. В Лыскове местные жители обратились к главе региона с вопросом о газификации деревни Княжиха. Валерий Шансов дал поручение главе МСУ проверить все документы и помочь людям. Обещал Валерий Павлович помочь, нас устраивает его цифра, нас устраивает то, что он ближе к народу, что мы ему доверены ответом, будем надеяться на лучшее. В целом уровень газификации жилья в области составляет почти 85%, а в среднем по России 65%. Постепенно выстраивается и коммунальная инфраструктура. В Тонкино привели в порядок очистные коллекторы. Коммунальщики куда более активно идут на контакт с жителями и оперативно реагируют на обращения. Жилищно-коммунальном хозяйстве и рабочие стали как-то всегда удерживаться, потому что работа есть, зарплата у них сейчас хорошая. И на вызовы, например, где-то водопровод сломался, где-то с канализацией есть проблемы, где-то еще не было реконструкции. То есть приезжают быстро, без задержек и ремонтируют без нареканий. По данным Роспотребнадзора, жители Нижегородской области в 2014 году жаловались на услуги ЖКХ в шесть раз реже, чем в 2013. В области работает единая дежурно-диспетчерская служба. Это единственная в Российской Федерации служба, которая в составе Министерства ЖКХ и ТЭК, которая позволяет жителям знать, что они всегда могут обратиться за помощью к органу исполнительной власти, и ни одно обращение не будет не выполнено. Анастасия Рябова, Владимир Гайдай, Объективно, ННТВ